Я хочу помочь вам эти амбиции все-таки осуществить. И я понял, что самый страшный враг на пути вот этого момента, то есть наша самая слабая звенок в церкви, это лень. Вот и все. Простая вещь. Лень. Почему? Еще раз повторюсь, наша система, она нормальна. Наша система, она оптимальна для того, чтобы мы начали это сделать. Поэтому, как избавиться от лени? Как справиться с ленью? Очень просто. Запишите. Мы пройдем с вами три пути. Три пути. Три пути. Три пути. Три пути. Три вещи. Первое. Друзья, чтобы справиться с ленью, нужно полюбить истину. Чтобы справиться с ленью, нужно просто любить истину. Что такое лень, друзья? Лень. Лень. Это измененная реальность. Измененная реальность, которая не имеет ничего общего с реальностью, которую мы пытаемся ввести в заблуждение себя, других людей и так далее. И Бога в том числе. Еще раз. Лень. Это измененная реальность, в которой мы пытаемся убедить себя, других людей и так далее и тому подобное. Например. Например. Мне жена говорит. Нужно помыть посуду. Мне лень. То есть в состоянии моей реальности, вы помните, в состоянии ее реальности, в которой мы живем, посуду нужно помыть или нет? Нужно. Нужно. Но для того, чтобы я этого не сделал, что мне нужно сделать? Мне нужно создать новую реальность, вы помните? Новую реальность, в которой мне нужно убедить себя. Нужно убедить ее. И в этой новой реальности, в состоянии, то есть посуда будет помыта или нет? Нет. Но при этом никто не будет чувствовать себя плохо. Ни я, ни она. Вы помните? То есть совесть нужно как-то утихомирить в этот момент. То есть нужно ее... Как вам сказать? А? Пусть откисает. Пусть откисает. Пусть откисает. У меня спина болит. Вы понимаете, о чем я говорю? Пообедаем, потом все вместе помоем. Пообедаем, потом все вместе помоем. Хотя я знаю, что после обеда мы уедем, так все нормально, не будет помыто. Вы поняли? Ну поужинаем. Да, помыть.